Новые поликлиники и школы успехи в медицине, развитии инфраструктуры и растущая экономика городского округа Химки. О достижениях и планах на будущее в театр «Наш дом» пришли услышать руководители предприятий и различных ведомств округа. Из-за пандемии на ежегодном обращении главы Химок количество гостей пришлось сократить. Для жителей была организована прямая трансляция обращения. Глава округа поблагодарил за оказанное доверие депутатов Химок. Совет переизбрал Дмитрия Волошина на новый срок в должности главы городского округа. И отметил, что цель у администрации остается прежней – улучшение качества жизни химчан. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и правительства Подмосковья в округе были реализованы масштабные проекты, связанные с социальной сферой, благоустройством, здравоохранением, образованием и транспортной инфраструктурой. В нашей работе мы следуем нескольким принципам. Важнейший из них – это чуткая власть, ориентация на пожелания и наказы наших жителей. По словам главы округа, в Химках налажена эффективная обратная связь с людьми на портале Добродел, где принимают все жалобы и пожелания химчан. Только в прошлом году были решены проблемы более 54 тысяч обратившихся жителей. Но главная задача – работать на упреждение, чтобы люди чаще обращались с предложениями по улучшению города. Продолжаются меры поддержки граждан, оказавшихся в сложной экономической ситуации. Общая сумма мер социальной поддержки в Химках в прошлом году составила более полутора миллиарда рублей. Особое внимание мы оказываем жителям старшего поколения. Для них в Химках продолжают действовать областные меры поддержки, бесплатный проезд, субсидии на оплату ЖКХ, льготные лекарства. Кроме того, продолжаем реализовывать программы по выдаче квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. Также квартиры выдаем семьям очередников. После удара пандемии бизнес приходит в себя и увеличивает свою прибыль. Дмитрий Волошин поблагодарил компании, которые работают на территории округа и своевременно перечисляют налоги. В прошлом году бюджет Химок составил почти 13 миллиардов рублей. В этом году, благодаря в том числе и поддержке администрации городского округа Химок, наша выручка превысила 6 миллиардов рублей. В итоге чистая прибыль составила более полумиллиарда рублей. Конечно же, все это было невозможно, если бы не было у нас плодотворного тесного сотрудничества. Оперативное взаимодействие с бизнесом позволило привлечь в городской округ 69 миллиардов рублей инвестиций. Появляются новые предприятия, расширяются прежние партнеры. В 2021 году было создано 6 тысяч новых рабочих мест. Мы развиваемся, мы растем, как вы видите. Мы строим новые терминалы, мы строим совместно с РЖД новую ветку аэроэкспресса, мы увеличиваем количество рабочих мест. Мы всегда отдаем приоритет химчанам и устройствам на работу. Мы очень плотно сотрудничаем с администрацией. Мы благодарны Дмитрию Владимировичу за участие в жизни аэропорта. Здравоохранение в Химках развивается стремительно, отметил Дмитрий Волошин. При поддержке губернатора в прошлом году обновили парк машин скорой помощи, открыли два новых объекта здравоохранения. Многофункциональную поликлинику «Мама и малыш» и детскую поликлинику номер 5 «Всходне», рассчитанную на более чем 200 посещений в смену. В планах на этот год отремонтировать областной центр для детей в Ферсановке и поликлинику номер 2 на улице Лавочкина. Сегодня администрация Химок оказывает всяческую помощь медикам в борьбе с пандемией. Началась пандемия, мы поняли, что мы не одни. Перепрофилирование корпусов, проживание медицинских работников, питание, доставка питания для пациентов, воды для пациентов, помощь в СИЗах, в оборудовании. Это все сделано администрацией городского округа. Новые школы и детские сады, строительство дорог и развязок, развитие зон отдыха и спортивных объектов. Впереди новые задачи и новые вызовы. Я хочу поблагодарить губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за ту поддержку, которую он оказывает все эти годы нашему округу. Ведь без поддержки нашего губернатора и поддержки правительства Московской области данные проекты к реализации были бы попросту невозможными. Спасибо нашим жителям в большей части за их инициативы, за поддержку, продуктивную работу. По словам представителей администрации города и депутатов, они продолжают работать на результат и держать высокий темп, чтобы эту работу мог оценить каждый житель Химок. Город растет, растет и хорошеет, поэтому, естественно, школы, медицинское обеспечение и самое главное в этом парке, место, где мы проводим время. Это одна из главных задач Химок, но теперь и уже не надо куда-то ездить отдыхать, потому что все это появляется в самой городе. И вот как раз девиз в Химках «Интересно жить» он с каждым годом и с каждым проектом все больше и больше воплощается в жизнь.